Всем привет, друзья! С вами Коржик, это Игра Русская Рыбалка 4. Сегодня я хочу снять интересное и полезное видео по прокачке прикормки. А именно, я хочу узнать, сколько у меня уйдет серебра на прокачку с 0 до 100%. Но полезность его в том, что я хочу посчитать именно все ступеньки. То есть, сколько у меня уйдет серебра с 0% до 10%, с 10% до 20%, с 20% до 30% и так далее. То есть, вы можете узнать, сколько вам нужно серебра на прокачку прикормки, вне зависимости от того, сколько у вас прокачано на данный момент. То есть, если у вас, например, будет прокачано 60%, вы узнаете, сколько вам осталось потратить серебра, чтобы докачаться до 100%. В конце видео я выведу сводную таблицу, где я покажу, сколько же ушло серебра на прокачку каждой ступеньки. А потом вы уже можете, глядя на эту таблицу, узнать, сколько вам нужно серебра, чтобы прокачаться до 100%. Надеюсь, понятно. Друзья, нулевой аккаунт 0% ничего нету. С чего бы я начал бы, вернее, с чего правильно начать. До 40% прокачивается прикорм, просто используя комбикорм. Но, как вы видите, у меня сейчас он закрытый. Нужно прокачаться до 15%. Самая первая основа, которая у нас доступна на нулевом уровне, на нулевом уровне прокачки, я имею в виду, на уровне, смотрите, это, конечно же, у нас являются молотые сухари. Итак, до 15% мы будем прокачивать на молотых сухарях. Берем, просто выбираем молотую основу, без ничего, без добавок, без аромок, без ничего. И просто нажимаем изготовить. Значит, друзья, я буду этот аккаунт прокачивать с прем-аккаунтом и только во время счастливого часа. Что и вам советую, только во время счастливого часа. Счастливый час кончился, вы идете дальше заниматься своими делами. Также я хочу, как бы, снять серию роликов, где я буду прокачивать прикорм без према. Потом я хочу снять, как я буду прокачивать приманки с премом, а потом без. То есть, оставайтесь на канале, будет полезно. Итак, до 15% качаюсь на молотых сухарях. У меня полностью пустой инвентарь. Я потом буду просто прикорм полностью выделять. Видеть, сколько я потратил сухарей. Потом умножать на цену на Волхове. Я предлагаю это все делать на Волхове, покупать. Просто я еще комбикорни купил, потому что там самые дешевые цены, которые доступны на моем уровне. И просто считать, просто считать. И поэтому, друзья, давайте, погнали. И вот, у нас счастливый час активировался, и мы просто маслаем, пока не останется 15%. Погнали. Итак, друзья, вот мы дошли до 15%. И что мы имеем? Значит, я теперь открываю мой рюкзак. Нажимаю вот сюда, вот в правый верхний, в правый нижний угол. Нажимаю Ctrl-A. И здесь главное отменить мою наживку. Ой, господи, основу. То есть, у меня сейчас, если нажму сейчас удалить, я, получится, сделал 70 штук прикормки. Это все у меня были просто сухари. Потом я просто умножу и узнаю цену. Надеюсь, ход моих мыслей и того, что буду делать дальше, понятен. Дальше это показывать не буду. 77 штук я просто беру и удаляю. Оно мне больше не нужно. Итак, теперь у нас сухари не нужны. Теперь мы покупаем с вами комбикорм. Комбикорм нам нужно очень много. Я сразу буду покупать оптом. Просто куплю там, не знаю, вот столько. Я думаю, мне его все равно еще придется потом докупать. Теперь нажимаем N, прикорм. Обыкновенная смесь. Вместо молотых сухарей берем комбикорм. И просто нажимаем и готовить, и готовить, и готовить. Значит, сейчас я нахожусь на 15%. Я предлагаю дойти до 30%, потом от 30% до 40%, а потом я с вами встречусь и скажу, что буду делать дальше. Просто нажимаю изготовить и поехали дальше. Что у нас получается. Все, процент идет. Я погнал. Есть. 30%, друзья, у меня есть. И получается, опять я просто беру, выделяю. Все. Только не забываю вот это вот выделить. И смотрю, у меня вышло 74 комбикорма на 30%. С 15 до 30. Все, просто удаляю и продолжаю дальше до 40%. Погнали. Итак, друзья, 40% есть. Так, ну что, теперь у нас получается нужно добавлять аромку. В данный момент мне нужно получается укроп, потому что это последняя открытая аромка. Берем, покупаем. Я думаю, что вообще как бы уходит 0,2% на прокачку. Получается, одна порция уходит на прокачку 0,2%. То есть 50 порций должно нам будет достаточно. Теперь мы берем получается N, нажимаем, нажимаем прикорм. Нажимаем обыкновенная смесь и добавляем в аромку теперь укроп. И вот таким вот образом дальше получается мы будем качать с 40 до 50%. Погнали. Так, есть контакт, есть получилось и 50%. Значит, смотрите, друзья, теперь у нас получается мы качали с комбикормом и с укропом. Вот, теперь покупаем следующую, получается, что у нас там, приготовление прикормки, компоненты 6 уровня у нас открыты теперь, нет, теперь у нас открыт, получается, конопляное масло, мята и укуруза. То есть последняя открытая аромка. Самое дешевое из этого всего у нас будет, конечно же, конопляное масло. Покупаем конопляное масло и погнали. Так, друзья, есть 60%, давайте посмотрим, что у нас получилось, значит, выбираем все и не забываем вот это вот выделять нам не нужно. У нас вышло 68 компонентов, у нас ушло конопли с комбикормом. Так, теперь следующее, что у нас будет покупаться, это у нас будет покупаться что? Давайте посмотрим, нажимаем О, нажимаем при открытии прикормки, у нас открыто получается мед или шоколад. Из этого всего, самое дешевое, это будет мед. Есть, 70% у нас есть. Выбираем, меняем аромку на карри Андерсона и нажимаем дальше изготовление прикормки. Так, друзья, смотрите, у нас, получается, открылись компоненты 8 уровня, 75%. Нажимаем, выбираем ежевичный джем, вот он он, и идем дальше теперь до 80%. Так, ну что, друзья, прокачка замедляется в разы, чтобы вы понимали, у меня ушло на 5% теперь, сколько, 74%. И осталось, я сейчас вот это вот сделаю, и все, у меня счастливый час закончится. На сегодня я прекращаю, то есть я выкачаю 85% за один счастливый час. Погнали. Есть, компоненты 10 уровня я выкачал, 85% есть, 90% будем докачивать льняным маслом. И продолжаем так же, значит, активируем счастливый час, я уже второй день записываю, как я и говорил. И попробуем докачаться уже сегодня до 100%, надеюсь, мы успеем. Да, процент идет, погнали. Есть у нас 90%, обыкновенная смесь, комбикорм, речной рак, погнали. Так, есть у нас 95%, это замечательно. Ну что, друзья, наконец-то, соточка есть, отлично, отлично. Значит, хочу сразу сказать, что бывает такое, что ты делаешь крафтов штук 10-15, просто 0, 0% дает тебе, потом оно как-то расчехляется и начинает 0,2, 0,2, 0,2. Поэтому, если у вас крафт не идет, просто стойте на своем, делайте дальше, дальше, дальше его. Так, теперь я отправляюсь на Волхов, я отправляюсь на Волхов, и считаю, сколько у меня потратилось на покупку, получается, аромок. И выведу сводную таблицу. Также сейчас гляну, сколько у меня ушло этого комбикорма полностью. И тоже сделаю, как бы, ну, подсчет будет у меня. Комбикорм плюс аромка и сводная таблица. Все, я ее делаю, подсчитываю, встретимся, ну, через секунду, наверное. А, по поводу счастливого часа, примерно ушло у меня около минут 40, 40 минут ушло. То есть, за 2 счастливых часа вполне спокойно можно справиться. Так, ну что, друзья, вот такая вот у меня табличка получилась. Надеюсь, тут все понятно. Значит, здесь указано, какой процент, каким образом качается, то есть, комбикорм плюс мед, комбикорм плюс конриандр. Понятно, что это все аромки. Первые проценты шли вообще без аромки. Потом, сколько у меня ушло количество, это крафтов, сколько получилось. Это просто, ну, это как бы не особо важно. Важна у нас, получается, цена основы, сколько вышло денег на покупку комбикорма и сухарей. Вот, ну, как бы, сухарь, комбикорма, они одинаковые цены практически. И цена аромки, сколько у меня вышло потратить. Ну, короче, вы поняли. Значит, смотрите, друзья, чем вообще таблица эта будет полезна. Тем, что, например, вы находитесь, например, к примеру, находитесь на 80%. Вам нужно прокачать с 80% до 100%. Вы просто открываете эту таблицу и смотрите, сколько вам нужно, получается, купить комбикорма. Вот, получается, 79 штук плюс 108, плюс 136, плюс 150. Это просто вы берете для себя, вы считываете. И вот, даже цена указана. То есть, тоже можете посчитать, примерно, сколько это вышло денег у вас. Вот, 4 последних столбика. Также, количество потраченных денег на аромки. Тоже для себя это считаете. И вы понимаете уже, сколько вам нужно иметь денег. Например, у вас 95% сейчас прокачано. Да, вам остался последний 5%. Вы смотрите, что вам нужно купить 71. Ой, сколько себе? Господи, извините. Потратить 71 серебро на комбикорм. То есть, 150 штук купить и купить кальмара. Тоже 150 штук. Это выйдет у вас 229 монет, плюс 71. Монета 300 у вас уйдет на прокачку последних 5%. Значит, как я брал цену аромки? У меня получается здесь то 50, то 74, то 79, как вы видите, да? В магазине продается, если глянуть речной рак, например, то вы не сможете купить 75 штук. Вам по-любому придется покупать 100 штук. Поэтому я брал цену за 100 единиц. Там, где кальмар, ну там, где аромка переваливала за сотку, я брал цену за 100, ну за 50 и за 100 порций. То есть, брал вот сумму вот этих вот цен. Надеюсь, понятно. Потому что вы не можете купить там 35-64. Вам придется покупать все равно больше. Оно все равно у вас останется потом в наличии. И в дальнейшем вам это пригодится. Значит, еще раз, смотрите. Суммарно с 0% потрачилось, получается, 1600 монет. Прямо плюс счастливый час. И табличку я, получается, сохраню и оставлю в закрепленном комментарии. То есть, вы в любой момент можете на нее тыкнуть и посмотреть, сколько вам уйдет денег. То есть, самое главное, это 2 последних столбика. Смотрите свой процент. Смотрите, примерно, на какую нужно купить аромку. Цена за комбикорм, цена за аромки. Количество комбикорма указано здесь. Ну и аромки тоже соответственно. Все, надеюсь, вам это видео понравилось, было полезно. Оставайтесь со мной. Если что, какие-то вопросы останутся, задавайте. Всем пока. Продолжение следует.